Сегодня мы проведем 24 часа с котом из прошлого выпуска. Напомню, что этого котика мы подобрали с улицы несколько месяцев назад. Котик жил под балконом соседнего дома и с детства был никому не нужен. Малыш пережил сильные морозы, повидал на своем пути хороших и плохих людей и не понаслышке знает, что такое голод и страх. Мы решили помочь бедняге найти новый дом и сняли про него отдельный видеоролик, который можно найти на нашем канале. В этом выпуске мы полностью раскроем этого кота и вы увидите его таким, какой он есть на самом деле. А еще покажем, как он помогал нам готовить ужин, как мы с ним занимались уборкой, как играли, спали, кушали и многое другое. А вечером устроим нашему главному герою банные процедуры, которые, по-моему, ему не сильно понравились. Ну и по традиции оставим котика одного с включенной камерой и свалим на целый час. Посмотрим, чем он занимается, пока нас нет дома. Принимайте удобную позу, накрывайтесь теплым пледиком, а мы берем котейку и отправляемся в отпуск на все выходные. Смотрите выпуск целиком, и тогда вы ничего не пропустите. Меня зовут Саня, и приятного просмотра. Ну что, выходим? Товарищ, ты уже здесь был, бояться ты не должен. Давай, 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 давай. Давай, ты тут не первый день, даже твой вон лоточек стоит. Что-то знакомое. Ой, а мне кажется, я тут был. А что закрыто все, было же открыто всегда. Ну-ка, давайте открывайте, кухню мне открой. Что ты? Э, Кисюнька, Кисюнька, ты чего, ты чего обратно залез? Пошли, все, все, я открываю, открываю, братан. Давай, а где тут? Что тут делать надо? Опа, все. Кисюнька, выходи, выходи, ты тут не первый день. Здесь у него место, в которое он бежит сразу прятаться. Первое время он сидит всегда тут. Немножко, совсем чуть-чуть. А потом привыкает и уже начинает, как ни в чем не бывало, как будто не уезжал. Я всегда говорил, что у котиков маленькая, ой, у котиков короткая память, как и у меня на слова. Где его мышка? О, перестала трещать. Кот был здесь последний раз четыре дня назад, да, Катя? Четыре. Ну, и как бы вот четыре дня ему понадобилось, чтобы тут немножко подзабыть все. Но это совсем ненадолго. Если он сейчас свою мышку не загонит под диван, будет вообще прекрасно. Молодец. Герой. Так и будем лежать, да? То есть, подниматься ничего не надо. Тут так и должно было быть. Ладно, сиди. Пусть кот пока привыкает, а я вам покажу, что мы с собой взяли на сегодняшний началижок. Так, ну это мои вещи. Весчи. Это для съемочек. Это Катька засунула, зачем, не знаю. Это помидорка. Это мое. Это тоже мое. Это вся твоя еда? Да, это я буду кушать неделю здесь сидеть. А где у котика вещи? А кто это там выглядывает? Кисюнька, дай я тебе покажу. Покажу тебя, кисик. Котика барахло. Так, сухой корм братана нашего. Ну тут почухи всякие. Отлично, все отлично. Мисочка для еды. Купили вот такое яблочко котику. Прикольно. Для воды? Или для чего? Для воды. Для воды. Это мыша будем играть с котиком. Шампунь. Завтра помоем, пацана. Лекарства показывать не будем. Так, тоже иди сюда. Все. А, перчатка. Как же я про тебя забыл. Ну и рот полоскать, врач сказала. Еще же не все. Мы же еще в магазин пойдем. Мы еще в магазине много чего купим, потому что у нас холодос пустой. Нам же надо что-то кушать. Ну и шмотки мои. Огурец. Я положил, куда рука помянила. Так, так, так. Ой. Опять. Опять кто-то там. О, смотри. У меня есть предложение. Мы же с тобой сейчас пойдем в магазин? Да. У меня есть предложение. Здесь наставим камер сейчас. Здесь все. Тут лоток как бы наставим. А это мы все закроем. Потом посмотрим, чем котик занимается. Пока нас нет. Кто смотрит наш канал давно, те точно помнят, что у нас есть традиция оставлять камеру в помещении с каждым новым котом, чтобы понаблюдать за его поведением, когда он остается в полном одиночестве. Одни в такие моменты просто ждут нашего возвращения, другие ложатся спать, а кто-то даже устраивает вечеринки и зовет в гости товарищей. Пришло время и этому парню на какое-то время остаться наедине с камерой. К сожалению, больше трех камер у меня сейчас нет, поэтому оставляем открытым только коридор и зал, чтобы кот не ходил в тех местах, где нет возможности наблюдения. Одну камеру ставим на штатив, она будет показывать комнату, в которой находится кот. Вторую камеру оставляем в конце коридора, в ее обзоре будет весь коридор. Ну а третью оставляем в прихожей. Именно она запишет одну маленькую приколюшку с участием котейки. Сейчас быстренько собираемся и отправляемся в магазин. Решили открыть окно на проветривание, пока мы собираемся, а тут добрый вечер, как бы. Кто это? Мотылек. Ну так что ты сюда приперся, блин? Гость, е-мое. Давай, 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 давай. Ветучая мышь маленькая, ей-богу. Тут делать нечего. Все, давай, иди отсюда. О, села. Полетели. Дайте покажу. Вот кто к нам прилетел. До свидули. Больше не попадай со мной. Улетела. Все, аппаратура установлена, камеры пишут, можно уходить. Чтобы ему было не совсем скучно одному, Катя бросила котику смятую бумажку, которую мы нашли в обуви в прихожей. Сначала кот долго смотрел на игрушку и заодно прислушивался к звукам за дверью, чтобы определить, насколько далеко эти два кожаных тела успели отойти. Как только мы зашли в лифт, кот осмелился и решил немного здесь похозяйничать. С виду стесняшка и бояка вдруг почувствовал себя хозяином в этом тихом, одиноком помещении. Немного покрутив головой, наш осмеливший паренек отправился изучать квартиру. Затем отправился вынюхивать коридор. Наверное, хотел убедиться, что он точно остался один. Понюхал какие-то нитки на полу, потом убедился, что его лоточек стоит на том же месте. Затем очень осторожно направился в прихожую нюхать двери. Наверное, думал, что мы целый час просто стоим за дверью. На втором круге он почему-то испугался коврика в прихожей. Наверное, наступил на него и тот немного отъехал в сторону, что и напугало нашего главного героя. Затем он еще долго стоял и прислушивался к звукам за дверью. Ведь вдруг мы все же там стоим и не хотим возвращаться в квартиру. В народе бытует мнение, что когда мы уходим из своих квартир и домов по делам, наши котики думают, что мы просто полдня стоим за дверью. Научно никак нельзя проверить, о чем думают животные и так ли это на самом деле. Но я представляю, какими идиотами мы выглядим в кошачьих глазах, если это действительно так. Немного попрыгал на диване. Ну а почему бы и нет? Диван мягкий, все котики любят на нем прыгать. Затем отправился снова изучать коридор. Снова понюхал нитки, которые он уже нюхал 10 минут назад. Наверное, эта информация стерлась, когда он прыгал на диване. Долго пытался что-то достать под диваном, но у него, к сожалению, ничего не получалось. Как выяснилось потом, там была его любимая мышка, которую он загнал под диван еще в прошлые выходные. После осмотра квартиры он, вероятнее всего, запрыгнул на подоконник в надежде увидеть нас в окошко. Но как только ключи оказались в замке, он услышал этот звук и сразу же отправился на свое первоначальное место. Якобы я тут и сидел, ничего не видел, ничего не знаю. Я даже сперва подумал, что запись получилась скучной. Не буду же я вам показывать, как кот больше часа просто сидит под столом. Но нет. И что мы тут делали? И что мы тут делали, пока нас не было? Только что посмотрели видеозапись. Он, оказывается, тут хозяйничает. Мы-то думали. Мы уходили, он лежит там. Приходим, он лежит там же. И то есть, как бы, ну, думали, что кот спал все это время, пока нас не было. А он, оказывается, тут хозяйничает. Он тут к руки шастал, ничего себе. Надо будет еще потом как-нибудь оставить камеру, посмотреть. Может, еще что-нибудь новое заснимем. Ну, прикольно. Так вот ты какой цветок аленький. Смелый, да, когда мы уходим? Я все видел, братан, я все видел. Пойдем покажем, что мы принесли. Пошли. Ой, тяжелый. Сейчас будет распаковка. Что мы купили? Батончик. Печенье. Сыр. Бензин. Помедорки. Сырочки. Иди сюда. Халвень. Сыр. Что-то такое, не поними, что-то там, короче, что-то типа вкусное. Не знаю, попробуем. Булочка. Батончик. Творожочек. Салат точек. Груш я захотел. Бесплатно, бесплатно. Сосисончики. Огручончики. Салатаха. Коту. Еще коту. И еще коту. Венчинка. Печу почувствовать. Все, вроде бы. О, носочки. Пригодятся. Это не мои носки? Уже мои. Вот такие вот, как бы, покупочки. Завтра надо будет пойти в магазин. В нормальный магазин. А то тут слишком дорого. И прикупить подешевше таких продуктов основных. Мяско. Там говнязко. Так. Пойдем посмотрим, что там котик делает. Понятно. Котик, короче, будет делать вид, что он все еще здесь лежит. Давай просто, да, давай сейчас его покормим. Пошли. Пошли, пошли. Боится. Я видел, как он боится, когда нас не было. Давай. Пошел на свой любимый балкон. Вспоминаешь свои места обитания? Ты же тут в углу любишь спать. Он уже начинает привыкать, я смотрю. Уже начинает шлехать по хате. Все, уже начинает привыкать. Чего он такой голодный? Проголодался, парень. Проголодался. Я видел, как он голодался тут по дивану. На тебе, братан, Apple Watch. Употребляй, пожалуйста, жидкость. Сейчас покормим котика. У нас уже вечер. Поэтому сегодня, скорее всего, мы уже его мыть не будем. Перенесем все эти процедуры на завтра. Мы его помоем. Нам надо будет еще глистов погонять ему. Мне интересно, как он с этой мышкой будет. Я тоже думаю, что ему понравится. Но он же любит мышки. О, сколько добра на два дня. Ну-ка, покажи. Да ты ему уже заточил. Ого, ого, ого. Смотри, братан. Смотри, смотри. Смотри, смотри. Ну что ж, день подходит к концу. День был тяжелый. Многое сегодня сделали. Многое сделать не успели. Сделаем завтра. Котик уже полностью освоился. Он уже спит рядом с Катей в обнимочку. Я сейчас тоже пойду лягу рядом. Лягу рядом. Лягу рядом с ними. И буду спать. Завтра у нас будет много чего интересного. Как я уже говорил, помоем котика. Поиграем с ним. Будем отдыхать и классно проводить время. А сейчас спокойной ночи и приятных снов. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Такой бояка был вчера. А сегодня, я же говорю. Завтра это будет совсем другой кот. Просто надо ему немножко освоиться. У котиков короткая память. Он здесь был 4 или 3 дня назад, но он забыл. Ему приходится по новой восстанавливаться и привыкать. Прижался что-то такое от моего голоса. Кисунька привык, что я с ним вот таким лязьковым голосом лязь говорю. А сейчас приходится в камеру говорить. И так хочется на него сказать «Мирка». Иногда. Ой, очень редко. Пошли посмотрим, еда есть у тебя там? Вроде былые. Ночь прошла хорошо. Я вырубился практически сразу, даже не заметил. Котик сначала спал с нами, потом пошел, лег на подоконник. Утром Катя проснулась, стала собираться по своим делам. Он покрутился, повертелся возле нее, провел ее и вернулся обратно на свой подоконник. Значит так, сейчас мы быстренько попьем чай, потом поработаем, сделаем все свои дела нужные. А потом будем заниматься уборкой. Сегодня у нас очень много планов на сегодняшний день. Надо много чего сделать, надо все успеть. Поэтому будем приступать. У нас тут корм. Кто смотрел прошлый видос, я рассказывал, что это делается для того, чтобы животное приучить к лотку. Чтобы он в эти места котим. У тебя в тарелке лежит такой же. Ну ладно, пусть он в принципе тут может покушать и это тоже хорошо. Так вот, мы когда только-только приехали сюда, еще в первый раз, когда кота привезли, мы здесь везде рассыпали сухой корм. Ну потому что мало ли, в новом помещении, ну, возьмет и сходит где-нибудь здесь. Вот тут у нас еще ведра стояли какие-то. Так вот, решили рассыпать. Если кто не смотрел прошлый выпуск, это делается для того, чтобы кот не пошел в туалет в этих местах. Чтобы он ходил в лоток и не ходил где-то здесь. Мы еще и здесь рассыпали. По дивану полностью рассыпали сухой корм. Чтобы он здесь, дай бог, ничего не сделал. Потом, когда уже поняли, что кот будет ходить в лоток, мы все поубирали. Ну и где-то что-то он сам поел. Видите, да, как бы парень знает, что с этим делать. Кот не будет ходить в туалет там, где пахнет едой. Поэтому, если здесь он ест, сюда он в туалет ходить не будет. Он, возможно, будет, когда голодный, он может сюда приходить, искать здесь пайку какую-то. Потому что он помнит, что он тут что-то находил, что-то кушал. Но садиться свои дела делать здесь он уже не будет. Кто подписан на наши соцсети, те знают, что этому коту мы придумали определяющее слово. Для аудитории, для подписчиков. Мы его называем в интернете не мишка. Ну, потому что я все время кидал какие-то фоточки с этим котом. И мне постоянно приходилось подписывать, что это не мишка. Потому что, сами видите, он очень похож на нашего кота Мишку. И решили оставить это слово как опознавательный знак этого кота. Не мишка. Но в жизни мы его не называем не мишкой. То есть не обращаемся к нему этим словом. Потому что, сами знаете, мы стараемся не давать прозвище. Животным, которое у нас находится на передержке. Имя к животным должны давать будущие хозяева. Уже настоящие хозяева, а не мы. Но иногда в речи проскакивает слово кисюнька. Вот оно приелось. Ассоциируется с этим котом. Точно так же мы называли мишку, когда он был у нас на передержке. Когда он был еще котом, которому мы хотели искать хозяина. Может быть, кто-то помнит такой момент, когда мы только помыли его. И Катя говорит, напуганный такой кисюнька. Напуганный. Напуганный такой кисюнька. Да. Мы тогда стали называть Мишку кисюнькой. А теперь вот еще один Мишка. Тоже носитель этого слова кисюнька. Ну а для интернета, да, вот чтобы вам было понятнее, кто это, что это не Мишка. Так и пишем, не Мишка. Ну что ж, порядок навели. Сейчас немножко отдохнем. Потом будем дальше заниматься всеми делами. Пока мы с котом отдыхаем, хочу кое-что про него рассказать. Как я уже говорил, это не первые выходные, когда мы берем котейку с собой в эту квартиру. И разумеется, это не просто так. Все дело в том, что кот всю жизнь жил на улице. Он попросту не привык жить с человеком. Не привык к рукам. Не привык спать в постели с людьми. И не знаком с другими ништяками домашних животных. Мы держали его на своем балконе, как и полагается, отдельно от своих котов. Так положено, чтобы любая уличная зараза, если она присутствует, не передалась нашим домашним животным. Но, согласитесь, обитая на небольшом балконе, особо не пронюхаешь полноценной домашней жизни. Он по-прежнему был немного диковатым. Немного побаивался нас и с осторожностью подходил ко всем, кто заходил на его балкон. Лечением этих недугов была бы банальная жизнь в квартире рядом с человеком. И тогда мы решили, раз уж пока нельзя выпускать его ко всем в квартиру, надо хотя бы периодически ездить с этим котом в другое место. Это своего рода школа по приучению уличного кота к домашней жизни. Ну, то есть, чтобы отдать будущей семье, уже приспособленного к семейной жизни кота. Первое время он, конечно же, боялся. Вы сейчас видите кадры его первого знакомства с квартирой. Причем это видео было снято уже утром, а приехали мы с ним еще прошлым вечером. То есть, он стал свободно прогуливаться только спустя целый вечер и ночь. Он тогда вел себя очень сдержанно. Никаких игр и развлечений особо не было. В основном где-то прятался и там спал. Обычно практически все, кого мы привозили в новый дом, уже через несколько часов привыкали и вели себя естественно. А вот этому пришлось привыкать к большому относительно его балкона помещению аж несколько дней. Мы брали его с собой каждые выходные. С каждым разом его уверенность усиливалась. Мы уделяли ему много внимания и всячески старались вызвать его доверие. Гладили, брали на руки, кормили, играли и всегда разговаривали с ним ласковым голосом, используя безграничное количество комплиментов. Подготовка к семейной жизни шла успешно. Вскоре в нашем телеграм-канале я порадовал подписчиков вот такими фоточками. Кот впервые спал, растянувшись на кровати рядом с Катей, что меня очень сильно порадовало. Также в те дни мы замечали множество особенностей этого котика, которые не были замечены ни у одного другого. И вот одна из них. Этот кот, похоже, любит холод. Честно говоря, я впервые вижу котика, который ищет всякие сквознячки и ложится именно туда. Все наши коты, чуть похолодает, сразу лезут под одеяло или прижимаются к батареям. Этот же наоборот, любит спать на прохладной плитке, а также обожает валяться в углу около окна. А это был апрель. За окном валил снег и по ночам еще стояли морозы. Нас это, конечно же, настораживало. Мол, ну как так? Отморозишь себе попу. И вот как мы скажем потом твоему будущему хозяину, что у тебя отмороженная попа? Поэтому подложили в тот угол большой пушистый ковер, который, кстати, он очень даже облюбовал. Валялся вечерами на своем пушистом коврике и любовался сочными апрельскими закатами. Кстати, хочу сказать, кто еще не подписан на наш телеграм-канал, обязательно подписывайтесь. Ссылка будет в описании. Мы туда выкладываем фотографии, выкладываем анонсы новых выпусков. Те, кто подписаны на наш телеграм-канал, уже знают, как мы мыли этого котика. Поэтому обязательно присоединяйтесь к нам, подписывайтесь. Мне очень нравится выкладывать туда для вас фоточки, видосики всякие, как-то общаться. Поэтому не ленитесь, нажмите, перейдите, подписаться. Все, и доброе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну когда там уже и кушать? Ну когда так вкусно пахнет на весь дом? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такой у нас получился ужин. Запекли картошечку, нарезали овощей. Катюха уже точит. Приятного аппетита всем, кто тоже сейчас кушает и смотрит нас. И приятного аппетита нам. Катюха помидору топчет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не пригорело, вот то, что вот это вот, это я-то еще вкуснее даже. Я вот это вот люблю больше, чем все остальное. Ну потому что мы рано засыпали сыр. Мы же не знали, что так получится. Первый раз готовили ты, блин, духовке. Первый раз, а? Наш первый раз. Все бывает впервые. Вот и, по-моему, неплохо получилось. Даже кот оценил. Все, я кушать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кищуненько. Ну что? Мыться? Пойдем. Ну что, он правда чувствует, прячется? Представь, если он действительно чувствует. И хавается. Не, я не хаваюсь. Хотя, по взгляду что-то как-то... Что это было? Ну, кот настороженный такой. Это шампунька наша. Да, это твой шампунь. Ну что, пойдем мыться? Аппаратура подключена. Шампунька, пойдем. А котик пошел в зал прятаться. Давай пока воду настрою. Я не знаю, какая вода должна быть. Потому что я люблю похолоднее. Вода должна быть температурой тела. Для меня вот это уже горячее. Не, мне кажется, нормально будет. Ой, кисюнечка, пошли мыться. Пошли, чистенький, мягенький будешь. Мы кота еще не мыли. Он пока не знает, куда его ведут, потому что еще не сталкивался с такими историями. Историями. Не бойся. Стоим. Держи его за шерку. Все, подожди. Дай нам привыкнуть. Ну, мокро, да. Лапы не любят, когда мокро. Ты же уличный кот. Ты же гулял по улице. Ты же у нас был. И под дождем, и под снегом. И мокрый был. Вон как линяет кот. Сейчас быстренько с тобой помоемся, братан. Шампунь лечебный. Тебе полезно будет. Смотри, ничего страшного. Все хорошо. Кисюнка, не бойся. Да, по-моему, не такой кисюнка. Все, привыкаем. Видишь, как хорошо. Водичка тепленькая. Приятненькая. Я сегодня сам тут был. Катя тут аж два раза бывала. Сейчас мы с тобой чистюльки будем. Мы как бы не любители мыть котов. Потому что лично я считаю, что они сами себя вылизывают. А вот это вот все мытье, это просто придумано человеком. Природой предусмотрен язык. Языком он шершавым причем, наждачкой. Он делает все, что ему надо. Но этот кот с улицы. И вот он белый, он чистенький. И это вот после улицы. Мы его ни разу не мыли. Он сам себя так вымыл. Но мы решили, что нужно помыть все-таки уличных. Первый раз, которые оказываются дома. Держи. Обязательно надо помыть. Вот будешь сопротивляться, будешь себя за шкуру держать. А я не люблю котиков. Таких милых, как ты, за шкуру держать. Ну вот, постой на Катьку посмотри. Он такой напуганный. Сейчас опять мне будут писать про это полотенце, блин, под лапы, который всю гадость собирает. Покажи полотенечко, которым будем выключать кота. Хотел сказать, вытирать кота. Полотенчик. Будем вытирать котю. Я с этим напором буду его мыть просто неделю. Значит, больше включить. Надо потом еще перчаткой повычесывать его. Ну, когда подсохнет. А грязи особо и нету, да? Грязи нету. Откуда у него он все повымывал уже сам? Мишка уже орал? Мишка, да. Это была бы истерика такая, что ой-ой-ой. Такой смешной. Кисюнька. Это жесть. Безненький. У него такой взгляд. Сейчас я тебя почешу. В этом есть свои плюсы. За ушком почешут. Сколько шерсти. Да, шерсти с него много. Ну, сейчас весна. Вообще жесть. Надо что-то купить. Надо, да. Вот так. Молодец. Умничка, умничка. Сейчас стоим в спину. Мишка поценил вот эти движения. Ага, ага. Стоим, стоим. Все, выключай. Все. Вот и все. Сейчас стекаем. Стекаем. Обратите внимание, мы стекаем. Ну, конечно, я тебя отпущу, конечно. Ну, надо же, чтобы ты немножко... Да, сейчас водичка стечет и пойдешь. Давай. О. Посмотри. Посмотри, какой котик мокрый. Посмотри. От него пар за три зеркала запретил. Все. Беги. Давай за ним. Все. Все. Это часа на два. Потом, как правило, они устают. Ой, когда все тело вымывают. И после этого ложатся отдыхать. Ну, я редко видел, чтобы кот после долгого мытья еще потом играл. Он сейчас немножко выныется. Мы достанем игрушки и будем задабривать его игрушками. Потом Катя еще его покормит. Почешем? Почешем его, да, обязательно. Потому что кот очень линяет, капец как. Обязательно и почешем, и поиграем, и еще много чего сделаем. Но я решил все это перенести в следующий выпуск. Потому что этот и так получается слишком длинным. Так что не забудьте проверить подписку на канал и продолжайте смотреть это видео. Оно еще не заканчивается. Кисюнька пошел, лег на свое любимое место. Кот ему нравится тут. Здесь прохладненько. И вот он постоянно тут лежит. Кот такой горячий парень. Даже окна запотели он. Любит в прохладе поваляться. Сейчас мы зажжем свечи. Сделаем чайок. Попьем чай. И будем потихоньку ложиться спать. Кот. Заявок на этого парня пока нет. С февраля мы ищем того самого добросовестного человека. Но пока все безрезультатно. Может стоит нам с вами еще раз отрепостить этот выпуск? Вдруг это поможет? Ну и пользуясь случаем хочу напомнить, что этот милый кот ищет прекрасного человека. Если вы готовы подарить ему частичку своего сердца, обязательно пишите нам по ссылкам в описании. Мы лично привезем кота прямо к вам домой в любую точку Беларуси. Все расходы берем на себя. С вас только любовь, забота и надежность. Очень ласковый. Любит смотреть с нами фильмы. Внедряется в сюжет и оценивает игру актеров. Днем бесится со своей любимой мышкой. По ночам спит и всегда проявляет к нам любовь и уважение. Полностью подготовлен к семейной жизни. Если мы соберем под этим видео 50 тысяч лайков, я сниму еще один влог с этим котом. Покажите лайком и комментарием, что вам это интересно. И я сразу же займусь продолжением. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!